Здравствуйте, уважаемые товарищи! Недавно президент России объявил о частичной мобилизации. И когда он выступал с этим объявлением, он упомянул ряд исторических личностей, которые, по его мнению, обеспечивали движение России вперед. Очевидно, что такое упоминание есть обращению, может быть, в неявной форме, к определенным ценностям, значимым для граждан России. Ценности, как мы знаем, то значение, которое придается историческим фигурам, если мы ведем речь о ценностях духовной жизни, и то значение, которое влияет на поведение человека, задает цель его действия и средство его достижения. Ну что ж, разговор о ценностях поднят был, значит, был не впервые, потому что мы уже много слышали от президента и от многих других официальных лиц о том, что нужно придерживаться ценностей, традиционных ценностей, что мы в этом отличаемся от других стран. Ну и вот эта постановка вопроса оказалась очень актуальной, когда специальная военная операция уступила в новую фазу. А фаза эта состоит в том, что привлекаются дополнительные вооруженные силы для обеспечения успеха на фронтах боевых действий. Ну и вот понятно, что обращение к ценностям как раз призвано вдохновить нашу армию, тех, кто будет выполнять задачи специальной военной операции. Потому что мы знаем, что вера в успех, вера в то, что дело праведное, это фактор успеха в любом деле, в том числе и на фронте. Ну вот теперь чуть остановимся подробнее. Кого упомянул Владимир Владимирович вот в этом очень важном вообще говоря по замыслу обращение. Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай Второй, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло время для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все они, государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ, сделали Россию великой мировой державой. Определили ее судьбу. Ну, он упомянул Николая Второго, например, который, по его мнению, заботился о процветании России. Наверное, есть много возражений на этот счет, потому что, как известно, Николай Второй был представителем класса феодалов. Да, и это в то время, когда уже стучалась в дверь буржуазия. И понятно, что буржуазный способ производства, буржуазная общественно-экономическая формация – это более высокая формация. Разумеется, представитель класса феодалов, вот абстрактно говоря, мог бы, например, быть проводником идеи, практики развития капитализма в России. Но вот Николай Второй, надо прямо сказать, к числу таких проводников не относился. Он, как мог, препятствовал утверждению и развитию нового, более высокого экономического строя, как при проведении аграрной политики, как при проведении других видов политики. И если можно сказать, что был прогресс вопреки, то это был действительно прогресс вопреки, вопреки воле последнего российского императора. Но, разумеется, есть часть граждан современной России, которые считают, что эта фигура жертвенная, что он, будучи уже не монархом, то есть после того, как он отрёкся от престола, мы знаем, что он был расстрелян вместе своей семьёй. Это очень печальные события в жизни семьи Романовых, конечно, и, разумеется, есть тут основания и для определённой скорби, особенно если брать тех, кто близок к этой семье, да, ну и вот понятно, что определённая часть граждан России вот это так факт воспринимает, и поэтому эта фигура близка, вызывает сочувствие, ну и можем даже сказать, кто эти граждане, да, это вот их называли прежде, по крайней мере их сознательных выразителей, белыми патриотами. То есть это те граждане, которые ценят Россию, но ценят её до ровно того момента, как утвердилась советская власть. После этого момента, значит, вот ценность России резко понизилась в их глазах, да, и наступил очень такой мрачный период, по их мнению. Ну, я думаю, что белый патриотизм – сложное очень явление, наверное, не время его разбирать, только я вот хочу сказать, что как бы в современную эпоху, вот многие очень из тех, кто был прежде белыми патриотами, перестали им быть, потому что понятно, что вычеркнуть из истории нашей страны, значит, 70 лет связанные с утверждением социализма, с его развитием и в том числе и вот, к сожалению, с его кризисом совершенно нельзя, потому что вот эти 70 лет, все мы, так сказать, непредвзятые люди понимают, были вершины в достижениях в историческом развитии социализма во всех областях, и в духовной, и в экономической, и в военной в том числе. Ну, поэтому вот очень трудно оставаться на точке зрения белого патриота, ну, и вот если вспомнить Никиту Михалкова, который был белым патриотом, я вспоминаю один из его таких кинорепортажей, который был сделан в начале 2000-х годов, о том, как во Франции до 30-х годов действовала школа, в которой обучались дети иммигрантов, школа с такого военного воспитания, и вот как они очень любили родину в этой школе. Ну, так сказать, разумеется, ностальгия очень понятна и объяснима, да, для иммигрантов, и они любили, так сказать, ту Россию, которую они помнили. Ну, конечно, вот у меня был бы такой вопрос, а вот жалко тогда, Никита Сергеевич, не выяснил, а сколько из этих выпускников этой войны школы в период Второй мировой войны выступил на стороне Гитлера, фашистской Германии, и в этих, так сказать, погонах явились в Россию вот такие белые патриоты, а ведь были такие люди, мы это прекрасно знаем в истории. А сколько, значит, ну, стали, по крайней мере, борцами французского сопротивления. Вот для полноты, так сказать, картин и оценки белого патриотизма, вот это была бы, такая статистика была бы очень значима, очень значима. Ну, и понятно, что даже если там были люди, которые выступили на стороне, значит, Советского Союза, то не их патриотизм обеспечил победу нашей Родины, а патриотизм миллионов рабочих и колхозных, значит, колхозников и советской интеллигенции, которые вот встали на защиту нашей советской Родины. Вы помните, что на многих газетах, раздаваемых в военных кругах, и в годы войны, конечно, и после, я еще такое видел, было написано, за нашу советскую Родину. Конечно, это не белый патриотизм. Ну, понятно, что вот раз есть такие люди, которые сегодня все еще эти представления разделяют, причем самое интересное, что это люди далеко не из дворян, но нет уже там столько дворян, сколько вот людей, почитателей Николая II, то надо как-то тоже вот что-то доброе сказать об этой исторической фигуре, чтобы они тоже, ну, не были бы совсем, так сказать, обижены, да, ущемлены как-то в своих представлениях, в самооценке, например, участвуя в этой специальной военной операции. Но самый главный акцент был сделан, конечно, в выступлении президента нашего, по крайней мере, воспринимался как главный акцент, конечно, не на фигуре Николая II. Про Николая II так как-то уже все говорили, да, а вот акцент на том, что Ленин и Сталин, значит, заботились о продвижении России, ну, это, по-моему, сделано впервые, может, я, конечно, ошибаюсь, но вот так в обращении ко всей стране президент сказал об этом впервые. Ну, что ж, значит, вот такие фигуры снова стали для нас значимы, они-то были для нас значимы, а снова им придали значимость, так сказать, на официальном уровне, причем какое лицо? Вот первое лицо современного буржуазного российского государства. Ну, что бы это значило? Ну, давайте, так сказать, посмотрим, что мы имеем в ходе войны, специальной военной операции. Мы имеем, значит, вооруженный конфликт не только с представителями современного киевского режима, который есть сателлит, значит, и пособник американского фашизма во внешней политике. Да, а вот именно потому, что конфликт-то за, так сказать, идет не столько между киевским режимом и Россией, ну, и, соответственно, республиками, которые находились на территории Украины, а сегодня голосуют за вхождение в Россию. Но сколько между объединенными силами НАТО, в руководстве которых находится Соединенные Штаты Америки, и которые Соединенные Штаты Америки все определяют. То есть, вот здесь огромное такое объединение, которое исчисляется многими очень странами, наверное, больше десятка сателлитов центра фашизма современного, выполняют волю и оказывают очень действенную, огромную поддержку материальную и людскую, в том числе инструкторами, наверное, не только инструкторами, а прямо, скажем так, и, так сказать, частями, которые так стыдливо пока еще называются, там, я не знаю, наемники и так далее, частные военные компании, это скорее уже воинские подразделения. Так вот они оказывают содействие в войне против России и Донецких, на республик Донбасса. Их много. А вот давайте вспомним, значит, Владимир Ильич Ленин, он возглавлял Совет Народных Эмиссаров в какой период? В тот период, когда на Советскую Россию напали 14 стран Антанты. Антанты – это приблизительно то, что сегодня НАТО, но только там другие были, закоперщики. Англия и Франция в соответствии с силой капитала. Сегодня, конечно, Англия и Франция тоже присутствуют в числе тех, кто развязали агрессию против России, но закоперщик здесь уже Соединенные Штаты Америки. Но, собственно, все та же. Значит, сколотили большую коалицию с тем, чтобы сломать наше государство. Тогда это было советское государство, и казалось, что вот они выступили против коммунизма, коммунистической власти. Тогда казалось, что только против коммунизма, что они вот такие принципиальные противники коммунизма. Они, конечно, принципиальные противники коммунизма. Но вот Владимир Ильич Ленин сумел возглавить, безусловно, потому что он возглавлял Совет труда и обороны, такой специальный орган, мобилизацию всех сил Советской Республики, российской тогда, да, Советской Республики, для борьбы с этими интервентами, с этими интервентами, с этой коалицией. Но и мы знаем, чем это закончилось, что Советская Россия тогда их разгромила. Разгромила, потому что, значит, рабочий класс поднялся за великое дело, и на великое дело в установлении советской власти, когда он свою власть установил, обеспечил первыми декретами советской власти улучшение своего положения, в том числе введение восьмичасового рабочего дня, вот он оборону, защиту Советской Республики воспринимал и воспринимал как свои кровные дела, и не жалел своих сил. Без этой самотверженности, без этого массового героизма, конечно бы, Россия не смогла бы выставить, когда на нее напали такие, так сказать, волки, значит, империалистические, в числе 14 государств, 14 государств. Ну и часть, как мы знаем, российского населения тогда поднялась, ну какие, так сказать, свергнутые классы, помещики, капиталисты, ну и те, кто шел за ними. Ну и было мишинство. Они бы не поднялись, если бы не вот этот, или по крайней мере долгом не могли сопротивляться, если бы за их спину не стояли вот эти 14 государств и числа Антанты, и вся мощь Антанты. В общем, похоже на сегодняшнюю ситуацию, что если бы сегодня только киевский режим воевал против России, долго бы он не продержался. Но за их спиной большая мощь, огромная просто мощь Соединенных Штатов Америки и тех, кто им подчинен. Поэтому не случайно вспомню Владимира Ленина, потому что даже вот могут сторонники буржуазной России не любить очень Ленина, и значит его, так сказать, оценивать крайне негативно, поскольку Ленин возглавлял СДРПБ, то есть партию, которая возглавила борьбу рабочего класса и посигнувшую на собственность и на власть капитал. Но признать, не признать тот факт, что Ленин был во главе государства, которое разгромило интервентов в числе 14, ну просто нельзя. И обеспечило самостоятельное развитие России. Ну просто невозможно. Вот поэтому, значит, вспомнили Ленина, который не просто продвигал Россию, а вот если брать конкретно ситуацию, которая напоминает сегодняшнюю, то есть ситуацию военного столкновения с вооружённой интервенцией, вот он обеспечил, он обеспечил, конечно, своим вкладом, или внёс, точнее говоря, огромный вклад в эту победу, поскольку был руководителем советского государства, который с этими интервентами воевал. Значит, товарищи Сталины тоже хорошо известны, что товарищ Сталин, будучи секретарём Центрального комитета, значит, ВКПБ, Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, к моменту войны он уже, конечно, не был генеральным государем, я вас напоминаю, что у него такого поста не было, но тем не менее. Значит, товарищ Сталин, вот кроме того, что он вглевал партию, фактически был её лидером. Значит, он был ещё и руководителем государства, был верховным главнокомандующим в военное время. Не просто главнокомандующим, а верховным главнокомандующим, ставка была, то есть это было выразитель воли всего рабочего класса и всего народа, и причём такой выразитель, который действительно обеспечивал единство действий всего советского огромного государства в жесточайших условиях фашистской агрессии. Ну, а дальше мы знаем, что, конечно, мы говорим о войне с фашистской Германией, но в этой войне воевала не только Германия. Кто к нам только не пришёл? И французов-то пригнали, и даже была голубая дивизия, вот сейчас такая, вы знаете, дивизия, из Испании. И уж романы-то, конечно, были. Значит, и, так сказать, из Голландии тут, и из Словакии, и из Чехии, кого только не было. И все они были здесь, и все, значит, встали под знамёны. Ну, и, конечно, я забыл об Италии сказать. В Италии тоже же была фашистская страна, и, конечно же, она, значит, участвовала в нападении на Советский Союз. И вот эта махина обрушилась, да, но, тем не менее, товарищ Сталин возглавил великую отечественную, так сказать, войну, борьбу за, так сказать, независимость нашей страны, борьбу за уничтожение германского фажива, за моего разгром, ну, и мы знаем, что эта задача была решена. Сталин был настолько авторитетен, что он стал таким символом этой борьбы, и отожестился с Отечеством, потому что, вы помните, был лозунг, с которым наши солдаты шли в атаку за Родину и за Сталина. То есть он был вот выразителем интереса всей Родины, и с ней отожестивился, и поэтому, если говорить не просто о Родине, в общем славе, а вот как-то, так сказать, представить в личности, в личностном плане, то вот Сталин такую роль выполнил. Понятно, что не он дал такой лозунг, товарищи, солдаты, матросы, и так далее, и так далее, идите в бой с моим именем. Ну, не было же такого. Это пошло как раз от самих солдат и матросов, да, и вот настолько был великий авторитет. Ну, и вот этот авторитет придавал огромную моральную силу нашим солдатам и всей нашей армии, и всему нашему рейнерскую флоту в этой борьбе. Мы знаем, что моральный авторитет очень значим, и что вера в успех, вера в то, что государство возглавляет человек, который заслуживает возглавлять такое государство, эта вера сыграла огромную роль в победе. В победе. Значит, вот, поэтому, как можно было не вспомнить Сталина, когда вот развернулась специальная именная операция, в которой мы столкнулись с угрозой со стороны НАТО. Эта организация, конечно, цементируется Соединенных Штатов Америки, но у нее уходят многие очень государства, и они, значит, как послушные исполнительные халуи, именно послушные по отношению к Соединенным Штатам Америки, поставляют и технику, поставляют и средства, значит, лечат раненых, и поставляют и, так сказать, инструкторов, вообще только не поставляют. Вот они, значит, действуют. Поэтому, конечно, если мы хотим мобилизовать наш народ на сегодняшнюю борьбу, то надо, так сказать, понятно, вспомнить товарища Сталина тоже. Ну, вот его и вспомнил Владимир Владимирович, потому что, а как по-другому сейчас? Ну, вот сами люди поднимают красные флаги в освобожденных городах, значит, на танке. Ну, красный флаг – это же флаг победы. Да, и победы под руководством Сталина. Вот, значит, люди идут. Помню о том, что Ленин в свое время как основатель советского государства, да, возглавила борьбу против Антанты, то есть объединение империалистических хищников, которые были готовы разорвать Россию. Вот сегодня выяснилось, что и не коммунистическую готовы разорвать, что некоторые, может быть, буржуазные деятели российские полагали, но, дескать, это вот налейно сцепились, потому что Россия была коммунистической. Так, дескать, ему надо было бы коммунистам-то. И 90-е годы так, предусмотрительно, рассуждали. Потом, значит, вдруг выяснилось, что, да хоть она не буржуазная, вполне Россия, современная, хотя, конечно, с печатками коммунизма, но ее тоже готовы разорвать, потому что такая величина, такая самостоятельная величина на политической арене, на военном поприще, значит, в экономике, ну, никак не устраивает империализм современный с его центром в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, империализм – это всегда, и монополия – это всегда. Господство, тенденции к господству, и они вот такую независимость не могут терпеть, не могут терпеть, и поэтому готовы уничтожить Россию современную буржуазную, ну, чтобы дальше взять уже, так сказать, в оборот и социалистический Китай. Так что, хочешь не хочешь, современной российской буржуазии надо кому-то апеллировать, ну, не к власть уже апеллировать, который под лозунгом, значит, войны против сталинизма выступал. Ну, почитаешь вот власовое выступление в газете иногда, так сказать, отрывочки дают как, ну, это то, что говорили в конце 80-х и 90-х годах многие наши официальные лица, но он точно перепев. Значит, сталинизм, значит, репрессии, народов, ну, хорошо, значит, если вы на этом едете, далеко вы не уедете, так к власовую приедете. Аласов был, как известно, халлуй германского фашизма. Вот те, кто сейчас поедут на антисталинизм, на антикоммунизм, на антилинизм, куда приедут? Ну, приедут в халлуи американского опериализма. И, кстати говоря, те, кто вот не принимают вот Ленина и Сталина, что они делают сейчас? Они туда и поехали. Вот поехали. Вот к большому несчастью, к большому несчастью, значит, значительная часть молодого поколения возвращена как раз на этом, на антикоммунизме, на антилинизме, на антисталинизме. Вот они себя и проявили. Когда встал вопрос о судьбе России, ну, зачем же такую Россию защищать, у которой такие вот были вожди, как они считают, знаешь, кровавые, тираны и так далее. Нет, сейчас будут они отлезать сапог американскому фашизму. Да. Вот. Все точно надо. И поэтому, если вы хотите сохранить Россию, значит, надо принимать и тот период ее истории, когда она выстроила в борьбе против, сказать, сил империализма, объединенных сил империализма. Хотя вот во время Второй мировой войны вот не весь империализм был объединен против Советского Союза. Это, кстати говоря, очень помогло нашей победе, конечно. Очень помогло нашей победе. Значит, поэтому мы видим, что вот разговор о традиционных ценностях, он очень своевременный. Только давайте уточним, что же мы включаем, значит, в ценности. Мы включаем, наверное, в ценности весь тот, сказать, багаж ценностей, который приобретен за всю историю нашей страны, в том числе за ту частью истории, которая связана с возникновением утверждением социализма в России, в Советской России, в Советском Союзе. Это что, разве не ценности? Значит, разве не в Советском Союзе было, сказать, утверждение такое, что человек человеку друг, брат и товарищ. Ну, это же наша мораль, это же ценность. А что значит друг, брат, товарищ? Значит, ты должен поддерживать тех, кто рядом, значит, поддерживать товарищество. И вот я хочу об этом сказать. Вот мой дедушка, когда вспоминал о войне, первой империалистической, он всегда вспоминал, когда он говорил с офицерами, вот я тут прихожу, говорю, барыш высок, брат. У него по-другому, ну, это же в крови было. Вот есть высокое благородие, а есть какой-то там, значит, рядовой золотов. Да? Вот есть такой. Ну, это же прокость. Вот представьте себе, что, значит, сейчас бы, сейчас бы, вдруг, ни с того, ни с сего, утвердилась вот эта вот ценность, которая существовала до советского времени традиции в армии обращаться на вас, ваше высокое благородие, ваше превосходительство. Ваше превосходительство, значит, надо вот, ну, что это было? Это вот люди, которые прожили, так сказать, в стране, выросли в стране, или являются детьми тех, кто в стране вырос, где, значит, большинство имело среднее образование, значит, было уважаемые люди, имели равные права, быть, что с высшим образованием, вот сейчас мы пришли бы в армию, и, значит, и говорили бы, обращались бы на ваш бродь. Ну, это же, как это могло быть тогда, как это была бы единая армия, как бы, тогда уважали бы офицеров, там, командный состав, которые, значит, такие превосходительства. Над кем превосходствуют-то? Над рядовыми. Ну, понятно, что есть превосходство знаний, но это надо подчеркнуть название еще, но это же феодальная привычка, это феодальная традиция, да, и вот с этими традициями мы сейчас пошли бы в бой, и проливать пошли бы кровь за ваше превосходительство, по приказу вашего превосходительства. Надо же с ума сойти. Нет. Вот в советское время, в самое первое советское время утвердилась такая ценность, я имею в виду в армии, как товарищество. И поэтому, хоть ты генерал, хоть ты главнокомандующий, хоть верховный главнокомандующий, но ты товарищ, товарищ рядовому, товарищество. А нам еще Николай Васильевич Гоголь разъяснил, что такое товарищество для русских людей и всех, кто живет с русским народом, потому что мы стали уже практически во многом одним народом, советским народом. То есть была очень близкая у нас позиция во всех отношениях, в том числе и в ценностном отношении. Вот благодаря этой ценности вот мы сегодня, значит, имеем единство армии. Ну, я думаю, что там тоже, конечно, не беспроблемно, да, но тем не менее, представь себе, что если бы не было бы товарищества, было бы вот это, значит, отношение к превосходительству в Благородии. Где была бы наша армия? Ведь военная организация – это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращения товарищей. Вот это очень хорошая ценность, товариществом быть, да. Дальше, значит, в советское время, как вы знаете, вот говорили, сам выручай, товарищ погиб. Значит, сам погибай, товарищ выручай. Был такое, да. Значит, вот прежде думай о родине, а потом о себе. Вот эта песня такая. Это сегодня ценности не выражало. Ну, в такой художественной форме. Прежде думай о родине. А коммунисты, скажем, вообще говоря, были выразителями, талону этой ценности. Они вот, так сказать, по уставу, они обязаны были по уставу ставить общественные интересы выше интересов личных. И на фронте это было, вот если вспомнили в Лиге Отечественную войну, вовсе не слова. Ну, кому говорили, коммунистам вперед? Куда вперед-то? Под пули и снаряды вперед. И, как мы знаем, на фронте погибло три миллиона коммунистов. Да. Армии, значит, воинские потери нам стали 10 миллионов. Погибших коммунистов было три миллиона. Вы посчитайте, в нашем народе коммунистов была доля, ну, дай Бог, процент, полтора. А среди погибших на фронтах Великой Отечественной войны коммунистов было треть. То есть, значит, они действительно шли вперед. Вот у них была такая привилегия коммунистов. Вот такая была сознательность у коммунистов. Разве это плохая традиция идти вперед за Родину, за народ свой? Да, иногда и жертвы жизни тоже. Вот сегодня вспомнили совсем недавно, значит, краснодонцев. Подвиг, значит, молодогвардейцев. Да. Это люди пожертвовали своей жизнью в 14-18 лет. Я думаю, что ценные жизни они тоже понимали. Была же такая песня советская Орленок, Орленок, взлети выше солнца, собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчических лет. Конечно, не хочется думать. Но, тем не менее, они сделали этот шаг, вступили в борьбу, которая грозила смертельной опасностью. И проявили героизм в этой борьбе и погибли. Это были кто? Комсомольцы. То есть, молодые коммунисты. Вот они, носители этих ценностей. Поэтому коммунистов как-то, так сказать, третировать, по крайней мере, великие основания. Я понимаю, потом была огромная рать, называвшаяся коммунистами, которые уже думали только о себе. То есть, они исподвали, исподвали, воспринимали ценности божиазного строя. Когда надо думать только о себе? Ну, мы же все-таки умные люди, мы можем отличить то, что человек говорит о себе, о коммунистах. И что, что он есть на самом деле? То есть, рвачка, опуга, то есть, антикоммунист по существу. Вот к концу советского периода, к сожалению, во многом вот эти антикоммунисты с партийными билетами стали определять формирование облика коммунистов в глазах народа. Но что касается войны Великой Отечественной, то там-то было понятно, что коммунизм и коммунисты, и молодые коммунисты, комсомольцы, дети, даже пионеры, мы знаем, были. Это тоже была, между прочим, коммунистическая организация, пионерская. Есть пионер-герои, которые сознательно дали свою жизнь, совсем дети, но тем не менее они усвоили эту ценность, что надо прежде думать об общем, о родине, как воплощении народной судьбы. Ну и разумеется, вот эти ценности подверглись большой атаке в 90-е годы, в поздние, 80-е годы, поздние, 90-е годы, 2000-е годы, как только над ними не измывались, специально делали, помните, слабое звено была передача, что надо задача сломать какого-то человека, чтобы его толкнуть, а самому выжить. Это же прямо насаждалось, и так вот с хрустом все это делалось, ах, как хорошо. Значит, вот это прямо воевали, корежили, корежили наши традиционные ценности, когда общие ставят над выше личного, и прежде думать о родине, то есть о других людях, а не о себе, вот это прямо хотели с корнем вырвать. И сейчас это продолжается. Вот надо любить себя, ох, такой лозунг, полюбите себя, ну что значит полюбить себя, а других значит надо, то есть первую очередь надо себя любить, и вот вдруг что-то угрожает вот личному пополучию, ну что надо сделать тому, кто любит себя, ну надо сесть и сказать в автомобиль, самолет, и как можно скорее улететь за пределы России, бомб, что-то может случиться, потому что себя любит, да, ну вот я тут хочу напомнить себя любителям, что если что с Россией случится, то вы любители себя, никуда не денетесь, да, но в лучшем случае вас назначат насмотрящими, как были КПО в концлагерях, в том числе из тех, кто предал, значит свою родину и пошли на службу фашистам, или хлы, полицаи тоже были, вот они себя любили, не хотели, значит, на советскую родину и за общее дело, ну значит, будут прислужены фашистов, да, вот она эта ценность люби себя, которая вообще говоря сугубо врождена нашим традиционным ценностям, ну я думаю, что сегодня такой крупный поворот, когда вот с этими ценностями, конечно, надо порвать, безусловно, потому что это уже вопрос просто успеха или успеха операции, если все себя полюбят, да, и, сказать, побегут вон, и бросить сейчас оружие, вот если бы взяли бы люди на передовой сейчас, да, в Донбассе, и полюбили бы себя, в Херсоне, они бы, бросили бы оружие, потому что, иначе, извини меня, риск погибнуть над каждым витает, каждую минуту на войне. Нет, руководствуется теми традиционными ценностями, которые берут начало, конечно, не только в советское время, не только в советское время, конечно, значит, долго Россия отличалась общинным строем, где вот чувство локтя формировалось, уважение к общему формировалось, и оно претерпело, так сказать, претерпевало определенные изменения, но высшее свое развитие, когда действительно стали заботиться не о близких, в смысле, вот соседи, да, о соседях, там, о семье, кого лично знаешь, высшее свое развитие, это ценность, ценность ставить привившись в общее, получила свое развитие, значит, эта ценность, когда? В советское время, да, конечно, мы такую ценность должны беречь, но надо понимать, кто является носителем этой ценности, вот теперь перейдем на такую реалистическую почву, значит, вот такие ценности вырастают из экономической жизни, и вот носителем таких ценностей, ценностей, которые связаны с общим делом, служением общему делу, и даже с самопожертвованием не ради общего дела, они хорошие для кого? Для какого класса? Для класса, который по условиям своей жизни все время является коллективистом, это рабочий класс, труд на фабриках и заводах, где тысячи рабочих, тысячи работников в совместном труде, повседневно, да, ну, сегодня поменьше встали некоторые предприятия, но все равно, ну, сотни, и все прекрасно понимают, что ты значим, поскольку ты член этого большого коллектива, а один ты там, вот голос твой, тоньше писка, тоньше писка, все это прекрасно понимают по жизнему, по жизнему и по житейскому и своему опыту, и поэтому это высокая ценность, высокого порядка, но кто олицетворяет? Рабочий класс, конечно, рабочий класс олицетворял и олицетворяет, это тоже, между прочим, наследие советского времени, когда рабочий класс, значит, был господствующим, эти ценности, ценности свои, значит, ценности уважения к общему, готовности к самопожертвованию ради этого общего, он утвердил как господствующие ценности, сегодня эти ценности, конечно, официально не господствуют, но без них сегодня не обойтись, поэтому президент в ужасном государстве к ним и апеллирует, к ним и апеллирует. Ну, а то, что эти ценности действительно движут людьми, это понятно, я еще раз говорю, что давайте возьмем социально-классовый состав нашей армии, ну и те, кто сейчас воюет, думаю, что там большинство или прямо рабочие, или дети, рабочих, города и села. Хотя напомню, что сегодня на рабочих у нас 30 миллионов, это не большинство населения, а большинство в рядах вооруженных сил это или рабочие, или дети, рабочих, города и села. Вот они готовы отстаивать ценности своего класса, которые были ценностями для всех в период советской времени и которые уважают и сегодня, я имею в виду ценности, многие из тех, кто не относится к рабочему классу и живет в буржуазной России, но тем не менее, они уважают, вот они отстаивают это на поле боя, на поле боя. Ну и надо сказать, что, скажем, вот сейчас студенты получили отсрочку, наверное, конечно, надо, наверное, отсрочку надо, потому что, ну, надо думать и о будущем тоже, но я хочу сказать, что по факту это означает, что, студенты вузов я имею в виду, что пролетарская доля, так сказать, пролетарская по происхождению, по своему положению, доля участников военной спецоперации увеличится и повысится. Вот опять уже государство знает, кого отправлять, потому что, когда ты отправишь вот людей, которые всю жизнь только для себя, как студенты, ну, там еще непонятно, что и как будет, непонятно, что будет, действительно непонятно. А вот людей, которые уже поработали, понимают, что такое ценность совместного труда, что есть в жизни, что, кто надежен, а кто так только, вот тех людей можно отправлять на фронт. И смотришь среди тех, кто мобилизован, по крайней мере, по телевидению, видно, что это люди уже с таким опытом жизненным, житейским, которые понимают, что в жизни ценность, а что приходящее, да, и что ценность высокого порядка, а что, значит, отражает вот эгоизм, самолюбленность, самолюбование людей, которые привыкли жить только для себя, только для себя. Конечно, эти люди тоже могут, наверное, что-то осознать, могут перемениться, и в этом смысле вещи, они подпадают под призыв, тоже их призывать, конечно, но не они составляют стержень тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Ну, и раз уж подняли знамя Ленина и Сталина, раз уж обратились к этим ценностям, то надо понимать, что многое в нашей жизни изменится. Вот это надо немножко на будущее посмотреть вперед. Ну, а что? Ну, во-первых, будет понятно, что рабочий класс надо уважать во всех отношениях. Ну, это те, кто, значит, этого не поймут, то вот когда завершится эта военная операция, и рабочие придут на свои рабочие места, а государство совершенно правильно сделало, что эти места забронировало за мобилизованными, то, разумеется, уже на тех, кто воевал, кто проливал кровь, видел гибель своих товарищей, сам свою кровь проливал. Уже так не наедешь, скажешь, ну-ка, сделай то, сделай это, ну-ка ты, ну-ка си, кто это будет так обращаться с людьми, имеющими фруктовые опыты, которые уже заслужили право на уважение. Заслужили право на уважение. Конечно, такого не будет. Значит, рабочий класс себя, безусловно, будет проявлять совсем по-другому, будет требовать уважение к себе и на работе, на своей. Но эти люди здесь, значит, находясь в окопах, получали деньги, заслуженно получали, большие деньги, там, 200-300 тысяч рублей. Кстати говоря, 200 тысяч и 300 тысяч рублей, это та самая величина, которая соответствует стоимости рабочей силы, за которую рабочая партия всегда выступала, за заведение зарплаты до стоимости рабочей силы, которая говорила, что это необходимо для нормальной жизни. Вот теперь это люди, которые получали, там, они придут на свои заводы, и что они будут? И они будут довольствоваться 20-30 тысяч и скажут, ой, 20-20 тысяч больше не можем платить. Не думаю так, не думаю, что так будет. Выяснится, что, оказывается, можно сотням тысяч людей платить по 200-300 тысяч в месяц, да, можно, находятся средства. Это не работающим людям, воюющим людям из государственного бюджета. А что уж так вот на заводах совсем и фабриках, значит, и на предприятиях невозможно найти дополнительные средства. То есть, никто с этой планкой зарплаты, которую некоторые капиталисты просто считали, ну, как это можно платить рабочим больше 30 тысяч, 50 тысяч. Вот сегодня уже платят больше, значительно больше. Правда, за очень большое время. Но я думаю, что за сверхурочные в том числе, я думаю, что когда завершится специальная операция фронтовики, давайте так называть вещи своими именами, вернуться на рабочие места, то они совершенно заслуженно потребуют повышения зарплаты другого уровня. Ну, порядок не на порядок выше, а кратно выше, чем то, что сегодня капиталисты считают нормой и нормальной. Ну, я думаю, что капиталисты, конечно, не разбегутся такое платить, значит, следует ожидать оживления профсоюзной деятельности, тогда, значит, будут люди оценить еще роль товариства выше, и вот общественная организация, такая общественная как профсоюз, конечно же, даст возможность совместно, коллективно действовать, добиваясь своих законных совершенно требований, ну, и тогда, конечно, успехи рабочего движения будут значительно выше. Не сомневаюсь совершенно, что люди, которые вот так повседневно ставили свои коренные интересы, интересы своего класса выше своих каких-то специфических интересов, отдельных от коренных, противоречивших коренным интересам своего класса, эти люди, конечно, пойдут и в рабочую партию России достаточно широким потоком, потому что это партия, которая всегда выступала за вот то, чтобы рабочий класс повысился, добился повышения своей роли и в экономической, и в политической жизни современной России. Поэтому обращение к ценностям, традиционным ценностям для нашего народа очень своевременно, конкретизация, так сказать, этих ценностей, их ассоциирование с такими глубоко почитаемыми, уважаемыми в рабочем классе, во всем трудовом народе людьми, как и вождями рабочего класса, как Ленин и Сталин, очень своевременно. И вот такой поворот, конечно, событий говорит о том, что появляется очень сильный моральный фактор успешной борьбы в рамках этой специальной операции. Такой фактор, который нас, конечно, приведет и поведет к победе. Рабочий класс этой победы добьется. Спасибо, товарищи, за внимание. КОНЕЦ КОНЕЦ